Вечер поэзии был посвящен творчеству великих мастеров пера и рифмы, осетинской, русской и зарубежной литературы. Благодаря собственному грамматическому строю, метафорам и ассоциациям, язык поэзии является одним из отражений межкультурного общения. Каждое новое произведение поэта начинается, как говорил Мамардашвили, с трансдиссидентного нуля. То есть, всякий раз он начинает жить заново в новом своем произведении. И всякий раз это новое качество, и всякий раз это новое переживание боли внутри себя. Вечер был приурочен к 15-й годовщине празднования Всемирного дня поэзии, учрежденной Генеральной ассамблеей ЮНЕСКО 21 марта 1999 года. Основной целью празднования дня поэзии является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков. Кроме того, этот день призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции поэтических чтений, преподаванию поэзии, постановлению диалога между поэзией и другими видами искусства, такими как театр, танцы, музыка и живопись. Я на то прекрасно знал языки, не только что русский жахнул, но и немецкий, и английский, читал, все знал. И вот это перевод с небеского, конечно, там переводим Гене и Гёте. Ну Гёте это известное стихотворение, которое неизвестно для осетин тем, что есть шесть переводов. На праздник поэзии были приглашены студенты университета и учащиеся средних школ. Они прочитали стихи Лирматова, Рождественского и других известных поэтов. Он пел о блаженстве безгрешных духов, под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворно была.